В этом рассказе русского писателя-эмигранта Михаила Саргина речь пойдет о времени правления императрицы Екатерины II. Служил у нее при дворе статсекретарь, некий Александр Васильевич Храповицкий. Одним из увлечений императрицы было сочинение собственных театральных пьес, которые ставились в придворном театре. А поскольку Екатерина II не очень хорошо владела русским языком, вот тут-то как раз и пригодилась помощь Храповицкого, который великолепно справлялся с этим делом. И то сказать, труды статсекретаря императрица ценила, называя его в шутку «суфродулером», и при многих случаях одаривая то золотой с бриллиантами табакеркой, то чином, а то подарком денежным. К завтрашнему докладу Александр Васильевич приготовил, кроме четвертого акта Ивана-Царевича, также и на днях законченный и переписанный набило перевод нового сочинения императрицы, направленного против мартинистов. Тайна противонелепого общества, открытая непричастным оному. Про высокое авторство приказано молчать, переводил статсекретарь с некоторым стеснением совести, так как сам имел прикосновенность к ложе Александра Ильича Бибикова, и однако пришлось заботливо подыскивать соответствующие тексту забавные выражения и заготовить рисуночки, пучок розок, разинутый рот и другие. На случай, ежели императрица атаковой его принадлежности к тайному обществу проведает и выразит неодобрение, оправданием послужит добросовестное использование настоящей работы. По позднему вечернему времени, вызовав Зимний дворец, ожидать как будто уже не приходится, хотя случаи бывали. И потому, весь порядок завершив, Александр Васильевич снял не только парик, из-под которого капли стекали по шее вдоль косы на спину, но и камзол с цветным отворотом с особым же блаженством размотал шейный платок и отцепил не спадавшее кудрявое кружево. Части туалета, стеснявшие окружность под ребрами, были ослаблены ранее, как и всегда при усердном питании. И затем Александр Васильевич предался преступной и тайной своей слабости. Велел слуге принести горячей воды и две бутылки душистого французского вина. Мало кому было известно, что статс-секретарь императрицы изрядно выпивает. Никто, даже из людей близких, не видал его пьяным. На званых обедах воздерживался, да вообще днем не брал в рот лишней капли, боясь увлечься и потерять достойный образ. И только поздними вечерами, в неделю раза два, когда срочной работы не было, позволял себе в одиночку отплывать к берегам фантазии и свершать бахусову мессу. А попросту говоря, напиваться до состояния безответственности и райских грез. Делал это без особой спешки, со вкусом. И однако часа через полтора от первого глотка без зова приходил старый слуга, с натугой брал его превосходительство со спины под мышки и слегка подталкивая коленом в задок, припровождал в спальню, раздевал и укладывал в постель. По счастливым качествам здоровья наутро Александр Васильевич просыпался свеженьким, лишь со слегка опухшими глазками приветливого и доброго лица. И то сказать, статс-секретарю было всего за сорок лет, а молодость вынослива. И на этот раз дрема пришла на половине третьей бутылки, напрасно начатой сверхобычной порции. Уложенный в постель, Александр Васильевич некоторое время мычал и шевелил ножкой, требуя еще стакан, но вскоре откатился от действительной жизни в одну из сказочных стран. Было это часу во втором ночи. Выше было сказано, что о слабости Александра Васильевича никто не знал. Это не совсем точно, так как раза два, ради завязания более близкой дружбы, он столь же приятно провел поздний вечерок в компании приглашенного им Захара Зотова, любимого коммердинера Екатерины. Пили поровну, но Зотов выдержал лучше, а хозяин гостю поведал с откровенностью, что французские вина он предпочитает отечественным и потребляет немало. От Зотова о том узнала Мария Савишна Перекусихина, также приятельница статс-секретаря. А у Марии Савишны не было секретов от Екатерины, точно так же, как не было и не могло быть никаких секретов, даже самых интимных, у императрицы от Марии Савишны, которая именно по делам личным и секретнейшим при ней и состояла. И в этот именно раз случилось, что богоподобной Фелиции пришло в голову испытать секретаря и потребовать его во дворец на ночь глядя. Прискакал нарочный. Приказано явиться немедленно по неотложному делу. С большим трудом слуга все-таки умудрился растолкать его превосходительство и передать ему приказ. И хотя удалось Александру Васильевичу спустить с кровати волосатые ноги, но на дальнейшее он не оказывался способным. Сам, чувствуя свою несостоятельность, догадался послать за коновалом, жившим рядом, каковой коновал, и пустил ему кровь. Кто же не знает, что люди полные очень чувствительны к такому лечению. Через час, не более, Александр Васильевич по реке, за витками у висков и в превосходном кружеве на груди, стоял перед ее величеством, как ни в чем не бывало. Держа за щекой, отбивающую винный дух травку. Так все благополучно и сошло. Что же до самого дела, то ее величество, весьма хитро, посмотрев на секретаря, изволило сказать им. «Прости, что послала за тобой ночью. А я сейчас читала из Плутарха жизнь Кориолана и заметила, что при богослужебных обрядах римлян провозвестники кричали «Хок-аге», то есть «Ван-ми», и что у них были свои оглашенные. До того это меня удивило, что послала за тобой, чтобы скорее тебе рассказать. Ты человек образованный и сочинитель, и уж, наверное, оценишь. Александр Васильевич, конечно, оценил, и еще больше оценил милостивый подарок за беспокойство. При изящную табакерку стоимостью тысяч на пять рублей. Сверх того был удостоен высочайшей ручки, а наутро, явившись к волосочесанию, был спрошен. Ну как, здоров ли? Слава Богу! Перестал ли потеть? Три дня уж не потею. Каковой разговор, тем же вечером занесен Александром Васильевичем его дневник, а заглавлены памятные записки. АПЛОДИСМЕНТЫ